Бог. Так же, как и Аллах. Это одно и то же, Роза? Ну, я считаю, что да. А Библия? Я не читал. Совсем не читали, да? Угу. И вы никогда ее в руках не держали? Угу. А почему? Не доводилось как-то. Да и сейчас не нахожу на луну. Да. Ну, а вы смотреть-то вы ее видели когда? Угу. Не, ну, я как бы содержание примерно знаю. Она слышала того-то. А главная мысль какая в Библии? Вся. Выразить прямо в течение одного года. Не смогу выразить. В Ветхом Завете Библия писалась 1600 лет. 40 человек, авторов. И писали от Бога, по-нашему сказать, как бы под диктовку писали. Движимый Духом Святым. Центральная мысль и идея та, что после согрешения люди ожидают спасителя. Уже предсказано в раю было. И он пришел в лице Иисуса Христа. И он умер за грехи людей. Вот у нас как бывает. Вот человек сделал, я как-то делал занятия в университетах. И студентам такой вопрос задавали. Доску пополам расчерчиваю. Ну, справа пишу там наказание, а слева преступление. Такое произведение у Достоевского есть. Ну, я говорю, вот 10 суток за что дают? А тут сидят юристы, там, из КГБ, там, ну, разный народ. Уроки закона Божия и мирового пролетариата, все, что есть. И вот все говорят, ну, где-то заругался, может быть, там, ну, сутки дали отсидеть. А год? Ну, год это какую-то курицу украл, говорит. Ну, правильно. А 10 лет? О, это серьезно. Я это дальше говорю. Дальше. Смертная казнь. Ну, смертная казнь. Это вот там вот с малолетними, там, групповое что-то и убийство. Правильно. А живьем в ад? Живьем в ад. Двойная смерть. Он умирает так и духовно умирает, проваливается. Виноват и он только, а гибнет вместе с ним жена, дети, скотина, шатры. А разве такое есть? Есть. В Библии написано книга числа, 16 глава. За отделение. По сегодняшему, что сказать, сектанство. Так вот, смотрите. Первые люди, Адам и Ева, они никого не имеют. Они были раздетые, как маленькие дети. Вот они голые играют и ничего не чувствуют. Никакого вожделения это не было. А одежды не было. Значит, температура все подходящее было. Но Бог сказал, все плоды ешьте, но одно дерево посреди рая не ешьте. Оно называется дерево познания добра и зла. Если кто вкусит, он смертью умрет. Ну, мы не знаем дальше, как было, где Адам был, но Ева оказалась одна и змей заговорил с человеческим голосом и говорит, Бог обманывает вас. Не умрете. Вы будете как боги. Вы будете знать все. Ева взяла и видит, не описано, как называется, ни яблони, ни игруши. Она ела и дала мужу. Адаму. Вот что в этот момент случилось? В истории мало написано. Все было бессмертно. Рыбы, птицы, все было бессмертно. Не умирало. Все живут и живут, и старость не подходит. Здесь сразу сделались все смертные. И рыба, и птицы, и звери, все. Все наступила смерть. И уже из-за этого греха умерло на земле больше ста миллиардов людей. Написано в Адаме все умирают. Я смертный, вы моложе меня, все равно умрете. Так вот, избавить от этой смерти с неба сошел Бог, второе лицо Троицы, Господь Иисус Христос. И через Деву Марию Он родился, стал Бога человеком и умер за грехи людей. Вон, теперь я Ему прошу, Господи, прости меня, там, я убийца, ты или блудник, там, что он имеет власть простить, потому что он умер за грехи людей. И это смерть его превышает, хотя бы сто галактик было, и везде люди жили, и хватило бы этой жертвы простить всех. То есть, за все это он ответил страданиями на кресте. То есть, эта Божья мерка, она не вмещается в наше понятие. Центральная фигура всей Библии – Христос. За 700 лет пророк Исаия уже говорил, он явится как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, но он будет изъязанным за грехи наши, наказание мира наше будет на нем, и ранами его мы исцелились, ранами, которые ему пробили гвоздями. Вот в этом все. Все христианство в этом. Вот сегодня в христианстве 2 миллиарда 200 миллионов. Так показывает статистика. Главное – не религия. Мы проповедуем не религию, а Христе могущим прощать. Почему я в рулетке сижу здесь? Показать. Здесь идет блуд, разбрат такой. Умирать будете, все в ад пойдете. Поэтому сегодня прими Иисуса Христа. Ты ему обещай и больше никогда туда не возвращайся. И живи по-божьему. Пойди в храм. Разве нет разницы верить просто в Бога, а не конкретно в Христа, в Аллаха, в Будду, просто верить в Бога? Ну, я вам показал Библию. Когда вы говорите, называете что-то другое, у них такая книга. Да, да, да. Вот тут все как надо. Мы... А если нет такого убеждения верить там в Аллаха, в Иисуса, а просто в Бога? Просто верю в Бога. Просто верю. Не, просто верю. Бесы написано верую, демоны веруют и трепещут. Вера не спасает во что-то. Конкретно... Бог же, он един, правильно? Ну, един. Но каждый говорит, это той мой Бог. У язычников Боги были разные. Бог Марс, богиня Венера. Там разные были. Аскрипий, Кронос. Ну, это все мы узнаем из греческой мифологии. Они не умирали, не знают, и ничего не было. Это выдуманное. Никто не видел, не знает ни одного очевидца. Сказки. Библию, ее пишут. Люди, которые ходили со Христом. Это Новый Завет, вторая часть Библии. Ходили, и они написали четыре Евангелия. Апостол Павел, бывший гонитель. Его история описывается, и как из гонителя сделался апостолом. Его Бог остановил. Видение было. И как он по всему миру проповедовал. Это я лично обратился по Евангелию в 23 года. И 57 лет несу это иго. Любви. А вот в других книгах где-то евреи сразу сказали, ученики его украли из могилы. А могила-то пещера была. То есть дали денег воинам, которые охраняли. Потому что когда его распяли, то вспомнили, говорит, он говорил, что я воскресу в третий день. Поставили стражу воинов, караулят. Но ангел сошел, засияло все. Камень, которым, пещеру закрывали, он упал, воины в страхе разбежались, римские воины, потому что иудея была под их покорностью. И вот здесь самое страшное начинается обман. Это все в Библии написано в Евангелии. Первосвященники призвали воинов и говорят, вы скажите, что когда мы уснули, они его украли и дали денег. А у них была такая дисциплина. На посту, если кто заснул, смертная казнь. И они действительно сказали избавили. И пронеслась молва среди евреев, что Иисус не воскрес, а его украли. И никто его живого не видел, что он опять ожил. Но его видели ученики Мария, Магдалина и прочее. Сегодня по-другому сатана подходит. А он не умирал. Но такого евреи сказать не могли, потому что он же перед всем народом был распят на горе Голгофе. А сегодня сатана говорит, а он не умирал. Он пророк. Да, он был и пророк, и Бог. Так вот, в той книге, которую я показал, написано, что он не умирал. То есть, это новый подход. А у нас в Библии написано, Деяние апостола 4.12, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени? Библия в миниатюре, это стих 3.16, написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а не верующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем». Я цитирую 3 главу Евангелия от Иоанна. У них нет ни одного слова этого. И у нас в Библии написано послание к Галатам, если бы даже мы, апостолы, пришли, или ангел с неба, и стали говорить не то, что написано, да будет анафема, то есть проклятие ему. Я никаких книг больше не даю для ознакомления Библии. И в разряд ты смотри, веришь, ты мне не веришь. А ты скажешь, я буду, верю, там то другое. Ты слышишь, что она говорит? А как вы узнали, мне говорят, как вы узнали, что она от Бога? Да никто не знает, что завтра будет. А в Библии говорится, что будет завтра и в последний день жизни на Земле. И мы знаем даже дату, цифры знаем все эти. А та книга не имеет, нет, нигде. Ни одной книги на Земле нет. Вы знаете, что был взорван, взорвался. В Чернобыле четвертый, там как называют это, корпус? Реактор четвертый. И в Библии уже предсказано это было. А как? Написано и пало с неба звезда полынь. И воды сделались горькие, и многие умерли. А что полынь? А по-украински это означает черное былие, черная былинка. Это полынь. Черное былие, а черное былие, это черное было. Оно прямо уже проговаривается. И отравлено припять, и люди отравлено облученной радиацией умирают. Вот мы знаем, как события мировые дальше будут. Границ не будет, денег не будет. Будет один город, называется столица, Иерусалим, ни Москва, ни Вашингтон. И будет один царь, еврей, из колена Оливейна. И будет царство три с половиной года. Все. Все известно уже, и имя его показано под 666. И конец придет внезапно, когда скажут мир и безопасность, внезапно придет пагуба, как мука постигает женщину, имеющую во чреве и не избегнут. И тогда потрясется основание все. И архангелы затурбят трубами, и мертвые воскреснут, а верующие будут вознесены на облаках Господу. Наступит вечность, часы мира остановятся. Ни дня, ни ночи уже не будет. единое время. Мы в это верим, это предсказано. Притом Бог живой. Я взываю к нему, и он отвечает. А как отвечают? Не голосом. Я рассказываю, когда людям трудно поверить в это. Вы только внезапно не уходите. Вот представьте, что больше всего люди просят? Скажут, просить чего хочешь, он денег. Ну, это большинство людей, ну, мелочное такое. А я просил денег не один раз. Я много вел занятия в пяти университетах, тринадцать школ, милиции, и у меня накопилось много материалов. И вышло 38 томов книг. А выкупить-то нечем. Денег нету. Первая, вторая книга, и каждый раз надо платить. У меня ночуют священники, я говорю, давайте помолимся, чтобы Господь дал завтра книгу выкупать. А из Америки Сакраменто. Но они брата моего спросили, он священник-то, а у меня лагерь детский, я образовал детский лагерь, и был начальником его 45 лет. У нас умер дядя Климент, а говорят, у вас храм Климента, там молитва лучше слышится. Я говорю, нет, это лагерь. А нам разницы нет. Ну и через Вестон Юнион завтра утром я получаю деньги. И я их по сей день не знаю кто. Понимаете, это люди, которые рядом, они знали это. Вот у нас одна была Егоренка, фамилия ее, Надежа Павловна, она была в доме экономом. И она заболела раком. Я ей говорю, ты когда умрешь, будешь на небе, она причащается, такая кроткая, то там поклонишься Богу, Богородице, и найди Николу Чудотворца. Никольский завод, он там все-таки Никола Чудотворец, он любит помогать. Ты ему скажи, что я очень нуждаюсь. У меня книги о вере, о вечности, как людям преображение получить. Она уже перед смертью еще, я говорю, ты помнишь? Помню. И все это знают, а 40 дней душа идет по мытарствам, и на сороковой день она уже входит в небо. Уже сороковой день меня спрашивают, ну что, да ничего нету, а мне деньги нужны первую книгу выкупить, книга стихов. И вот ко мне стучится один человек, а в руках у него саквояжик маленький. Он говорит, вам деньги нужны? Я говорю, очень. Я дам, но чтобы никто не знал, что я у вас был. Оказывается, они несколько человек содержат колонки, вполне достаточно деньги. Все, утром у меня деньги уже были. Газета Маркер Экспресс напечатала статью под заголовком «Помощь того света». Притом это не один раз так было. Люди свидетели. Бог живой. Почему я верю? Я разговариваю с теми, кто не христианин, а они не могут. Вот вы курите, у нас не принято разговаривать, когда человек курит. Вы отложите ее. Отложите пока, бросьте. А успеете отравить. Она 12 лет отнимает. Я хотел сказать вам, вы запомните два слова. Игнатий Лапкин, это я. Запишите себе где-нибудь. В скайпе вы меня найдете, и я вам вышлю. Все наши ресурсы, у нас YouTube большой, сайт, форум, там в моем мире, это очень большие ресурсы. У меня на канале 17 тысяч 300 роликов наших. 17 тысяч. Это сейчас вопросы выставляются, сейчас обрабатывают, которые я отвечал в университетах, три радиопрограммы когда вел. Вопросы разбиты, 4124 вопроса, разбиты на 55 папок, ну, как плейлисты. Нужно знать о работе, о семье, как правильно жениться, политика, экономика, социология, там разная, разная где-то. И вот сейчас у меня работают люди, которые по вопросу берут и оформляют и выставляем. Если они будут аккуратно работать, я буду выставлять по 4 ролика каждый день, то через 3 года мы закончим работу. Как говорите, Игнатий? Игнатий Лапкин. 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 Это в скайпе. Если вы зайдете по скайпу, я один с этой фамилией. Вот если у вас вы сейчас можете набрать наш канал. Называется на ютуб. Ну да, на ютуб. Во свете библии. Ютуб. Давайте сразу давайте канал во свете библии Игнатий Лапкин. Попробуйте. Да, есть. Так, и сколько там подписчиков? 43 тысячи. Правильно, и 43 миллиона просмотров. Вот вам не видно. Вы когда зарядите про наш канал, то найдете. Вы здесь найдете все, что нужно. Вот мы строим деревню православную, где человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Никто. Вот курите его, молодой человек. Вы должны знать, это 12 лет жизни, если вам 70 лет жить, то вы проживете 58 лет только. Дальше не перешагнуть. А последние 10 лет еще туберкулезом будете харкаться. Зачем вам это? Много что я не могу бросить. В Библии об этом освободить свободны будете. Притом, который человек верит, к Богу помолился и даже не думал никак. У меня один очень близко знакомый такой, у него дядя в Москве в советское время был главный идеолог Суслов Михаил Андреевич. И он обратился к Богу. Ну, был комсомольским работником. И его один товарищ встретил через 3 месяца и говорит, Гена, что-то тебя не видит. Он говорит, так я в Бога уверовал-то. я Библию сейчас знаю. Он говорит, а как насчет матерков? Я задумался. Так я даже не подумал, у меня они ушли сами. Я даже не напрягался. И вот так человек любил пить, любил курить, уверовал. С молитвы встал, у меня ничего нет, это другой человек встал с молитвы. Вот я в 23 года первый раз Библию в руки получил. И когда склонились после молитвы, а я совершенно другой человек. То, что я любил, мне это не надо даже смотреть. И дальше Господь повел своим путем. А путь такой, за который только Бога можно славить. Вот Господь мне позволил насчитать 50 книг примерно. Это Библия насчитана. В интернете, если вы зарядите аудио, Игнатий Лапкин Библия, она сразу у вас появится. Или Игнатий Лапкин Архипелаг Гулаг Солженицына. Она сразу у вас вылетит. 50 книг в интернете, моим голосом насчитанную. И Господь позволил мне издать 38 книг томов. Каждая книга 752 страницы. И проехать, подарить в библиотеке мира, с Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север, 650 городов. При пенсии моей 8 141 рубль и 33 копейки. Мы сделали подарок на 35 миллионов. Вот такие чудеса. И все там найдете, когда зайдете. Вот в мейлруме там 24 тысячи фотографий наших. Наших. И вот если вы когда зайдете сейчас на ютубе, увидите у нас какие парни, какие девушки, как одеты. Мы православные, но мы отдельно зарегистрировали. В доме молимся, которая здесь московская патриархия, к нам епископ приезжает, митрополит, священники, у нас все одно молятся. И поэтому верить в Бога это беспроигрышно в любом случае. Вот я верю, вот едем в вагоне, ну парень, а я не верю в Бога. Я говорю, в Библии говорится 3000 лет назад, сказал безумие в сердце своем нет Бога. Причина какая, совершили гнусное преступление, нет делающего добра, нет ни одного. Я говорю, давайте, ты 5 минут прав будешь, а потом я 5 минут. Давай, беседуем. Ну давай, вот вы правы, вы не верующий, я верующий, в ваших глазах я кто? Дурак стопроцентный, идиот, но это только и все, это в ваших глазах, а в своих глазах я не дурак. Я пищу нахожу, знаю, где спать, ложиться, то есть я не полностью дурак. Ну еще что, он засмеялся. Так теперь, мне на работе полное доверие начальство имеет, я никогда не обману. Понимаете? Меня избирает в армии, в срочной службе на такую должность, о которой сегодня даже генералы не знают. Сразу звание присваивает, и увольнительную дается едва ли на один день, а мне увольнительную было на год, с 1 ноя до 31 декабря. Я езжу по стране. А как так? У меня строительный техникум за плечами. Происхождение пролетариата, отец без руки, три дяди погибли на фронте. И меня направили работать в органы МВД, строго режимный лагерь. Понимаешь, А в армии меня избрали на должность техник, смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Я должен узнавать, ездить, представить командованию, кому, какую офицеру получить квартиру. Но это необходимое, чтобы знали, как. А должность пала на меня. А я в это время в армии, занимаясь изучением языков, английский, немецкий, французский, у немцев уже самостоятельно. Это Бог дает. Это невозможно. Готовлюсь институт международных отношений в армии служа. Тогда служили дольше, 4 года было, не один год. И вот, когда я рассказываю, моя жизнь прошла на таком накале, я у Бога только одного прошу, Господи, чтобы не нарушить волю Твою. Я у командования выпрашивал час вставать не в 7 часов, а в 6. Я один час с наушниками учу английский язык, рядом японский остров Окинава, я там служил. Наконец, сон довел до 2,5 часов, чтобы все успеть сделать. Мне 81 год. Это не просто так. За слово Божие, за архипелагу меня по 5 тюрем протащили. Лагерь. Я все еще живой. Это все там есть. Фотографии, как я арестован на еду. Вам будет очень интересно. Тем более, я живой, вы можете задавать вопросы. Как в такой-то обстановке выжить. Спасибо вам за диалог. Вы очень интересно рассказываете. Вы зайдете когда по скайпу где-то, на меня выйдете. Я в ютубе посмотрю. И там напишите. Я вам сразу туда материалы скину все. Вас как звать-то? Рустам. А, Рустам. Я сейчас не знаю, это не христианское имя. Нет, не очень. Ну, если крещение принимают, у нас все такие из мусульман приходят, уверуют, принимают крещение. Ну, вот немец один, он был Генрих, а крестили Геннадий. Геннадий. Он Рустам, а сейчас, а тут есть имя христианское Рустик. И вот так и крестили Рустик. Врач. Ну, спаси, Христос. Ладно, спасибо вам. Заходите в гости. До свидания. Рад был вас слушать. Да, с Богом. Субтитры